итак снова здравствуйте это снова курящий из окна вот я стараюсь начать поддерживать все-таки какую-то очередной серии не очередности а чистоту поэтому сегодня у нас ровно 9 вечера когда я начинаю записывать я не знаю выложу ли это видео сегодня или я его выложу завтра но к минимум я его запишу может быть она даже получится не очень длинным но каким-то она да получится ладно и мы остановились на том что все-таки киска шрёдингера вылезла из двери для кошек которые до этого руфус не замечал вообще и собственно говоря в нее даже слазила гол в общем смотрите предыдущую серию она интересная в ней рассказано все что я рассказываю словами вернее показано ну и мы отправляемся туда интересно руфус возьмет с собой туда гуал или ему там будет и так хорошо рад гол там уже была пошли снова долгая загрузка чтобы отрисовать одну маленькую комнатку на это ничего кстати не что-то изменилось что-то изменилось до этого о так но я могу к счету не замечать потому что у меня по-прежнему немножко заслоняет мой микрофон многое что надо поэтому я всегда не вижу левый нижний угол вот здесь вот но я вижу что в машине нету теперь этого чувака которого она захватила второе что я вижу это то что он стреляет лазерным лучом в печеньке или в эту кепку ладно смотрим ну упрямитель бананов да я знаю вы все давно уже ждете когда я засуну банан выпрямитель бананов и знаете что будет самое интересное даже специально убрал руку с мышки чтобы до того как выскажу эту мысль не сказать случайно вернее не сделать будет очень интересно если упрямитель бананов нельзя использовать на банан вот действительно интересно или он работает неправильно потрясающе но это последний раз когда я помогаю матери природе исправлять из яны в ее творениях прямой банан напоминает то ли перезревший огурец уже даже завявший то ли не очищенную кукурузу почему он поменял цвет после того как его выпрямили я не знаю наверное но он очень стесняется ладно к сожалению моя как там правильно сказать то вечер торможу моя пред короче оказалось неправильный ладно вот там от тут можно играть лотерею но я пока еще не знаю какие выигрышные числа поэтому пока что не получится даже не знаю зачем мне это надо вообще скорее всего того чтобы все-таки ударила молния не туда куда надо того кого не надо и шреддера прежнего могу использовать но не знаю зачем может быть бананы туда было бы здорово испытать этот шреддер но это совершенно не значит что ему место в шреддере вообще ты уже его испытывал о может эти торгомату можно выручить эту штуку эй проснись у меня есть то что тебя точно заинтересует ничего а точно я забыл зачем мы сюда пришли мы сюда пришли за снаряжением для подводной охоты на подводную лодку эй проснись планету захватили роботы все только тебя ждут ничего я так понимаю все таки ее изобретатель ее победил и теперь он не туда и не сюда если на проблема я не знаю куда и что ладно как всегда моя замечательная привычка совать все во все банан в тебя эй проснись ничего и проснись ничего и пасает я уже пробовал ладно теперь шреддер все что попало было здорово испытать этот шреддер но ты нифига не хочешь этого делать бананами я тебя уже пробовал это тоже самое это тоже самое пришла в голову еще одна довольно интересная идея смешать обратно этот банан с остальными бананами вот это будет забавно но пока есть шанс что я придумаю что-то еще забавнее назовем это план а с половиной так но этот луч тут явно неспроста а ну собственно да играл лотерею никак не связано с везением все что нужно это идеальная система лотомат похоже не понимает мою систему ладно судя по всему кстати могу я еще бананов выпрямить а я уже решил эту головоломку остальное детская забава ну давай делай забавляйся м м м скучно я абсолютно не вижу вообще нашего оборудования сначала подумал что это вот эта штука но это явно не она ладно похоже единственным вариантом остается то что научиться выигрывать лотерею хорошо пойдем этим заниматься видимо когда я выиграл лотерею лотомат вообще офигеет и скажет нам что-то еще вернее он начнется так хорошо я примерно припоминаю примерно припоминаю примерно припоминаю как выигрывать лотерею но надо все-таки этим как-то освоиться поехали сначала к этому пророку кем бы он ни был на самом деле партофиском все пытался придумать что мне напоминает вывеска на палатке этого торговца пока мне это напоминает какой-то стейк с глазами хотя это даже не глаза это какой-то осьминог с одним глазом вообще-то много всего интересного эта девушка меня по-прежнему смущает и навевает на меня странные мысли раз уж у нас с гуал ничего не появлено не получается так может быть с девушкой почему бы нет а мы уже вторую игру заканчиваем а у Руфуса основные проблемы с девушками что с Донной не не с Донной ну хотя с Донной у него тоже были проблемы я уже забыл просто как зовут нашу самую первую девушку которая не Лотти, а которая самая-самая первая ну ладно, не важно так, насколько я помню логику событий мне сначала нужна гуал, которая плохо что не подписывается, какая гуал, какая в данный момент я бы этого очень хотел привет гуал, все в порядке мне скучно торпедных дельфинов Янош тренирует в своем лагере торпедных дельфинов это какая-то пошлая метафора нет, я вырезался буквально жаль но продолжим надеюсь, ты знаешь, что делаешь похоже, это все-таки гуал, которая не та гуал но малышка гуал не, к вечеру у меня точно не получается такой голос хорошо теперь пойдем туда и, насколько я помню, я сумею взбесить гуал как-то, да? гуал ты где? а, мне тебя отдельно звать надо, блин мне чтоб сама заходила ну видно, тут есть такая вещь, что я не ту гуал позвать не могу поэтому это маленькая часть квеста все в порядке, здорово правда здесь потрясающе ты сходишь со мной к предсказателю? он живет здесь в палатке к предсказателю ух ты чего мы ждем? кто последний? тот проиграл просто хочется обернуться и, так сказать ухватить ее наполовину ласково, наполовину нежно потому что по-другому-то я не умею я же хороший, вы же меня знаете правда я еще никого не хватал из вас наполовину ласково, наполовину нежно потому что у меня не бывает сходок я не бываю на всяких геймеровских мероприятиях куда ходит та же Элисон Роуз иногда эх, в октябре будет мероприятие но я туда не поеду ладно это все грустно не стоит носить белье, которое колется к счастью, есть специальные таблетки о, вот и он при словах про белье, которое колется мне подумалось, что это либо из шкуры ежика либо из шкуры кактуса но так как кактусы боятся чаще, чем ежики я думаю, что они побрили кактус причем тут таблетки мне вообще в голову приходит нечто пошлое что если белье колется то это как-то положительно воздействует на маленького Руфуса да ай, кто не смотрел фильм муравьи в штанах приятной вам немецкой психологии девушка там правда была действительно забавная правда не помню в первых муравьях в штанах или во вторых но скорее всего вторые были полным бредом поэтому наверняка в первых надо его пересмотреть если вам больше 14 сантиметров извините так, а как с ней делать то все это шульничество ты же держишь шар вверх ногами боюсь что нет вот, можете взглянуть сами так ну вот и наверное пока он показывает надо изменить малышку Гуал на эту Гуалу все будет круто да а он даже это незаметно сделал так ох что опять обещаю в этот раз будет лучше ну и и так новый вопрос ну и это все жульничество ты же держишь шарфи их ногами нет правда если бы мне пришлось еще хоть секунду слушать этот бред я бы срывалась зафиг км заходите ко мне еще но можете особо не спешить чёрт кажется я сделал неправильно мне надо было поменять на эту Гуалу так меняем обратно на малышку только я не буду говорить то уж у меня не получается нужный темп тембр вернее это надо делать как-то малым малым Малый, блин. Она вообще в оригинале говорит Bbbbbygo! То есть, малышка-девочка или ещё что-то. Короче, звучит это намного лучше, чем мама-малышка-говала. Я давно не говорил Фальцетам. Я не люблю это, честно, честно. Особенно к вечеру. Вот. Фальцетам я ещё петь кое-как умею, А разговаривать вечером у меня это плохо получается Так Я изменил её По-моему, я её изменил Пошли к предсказателю Ты сходишь со мной к предсказателю Он живёт в этой палатке Ты же соглашалась буквально 5 минут назад 5 секунд назад Нет, это надо снова-снова обсуждать Обсуждать-обсуждать Ой Да, вы можете смотреть, что я сижу без штанов Потому что очень звонко Надо бы это вырезать Я вообще, я чё-то в микрофон ору, 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 ору Всё забываю, что когда я ору, надо отодвигаться Не стоит носить бельё, которое колется Ну как же правильно поступить-то, а? Я так понимаю, что надо... А, точно, в процессе диалога я не могу менять гуал Я должен сказать вот это Чтобы суметь сменить гуал Но потом задавать другие вопросы И она тогда не выдержит И надаёт Кому-нибудь из нас чего-нибудь Что опять? Да, опять Новый вопрос Только я вот не знаю Спрашивать насчёт богатства Или спрашивать насчёт чего-то ещё А давайте попробуем насчёт богатства Так что там насчёт нашего богатства? Оу, вы будете богаты Богаты жизненным опытом Если вы всё это переживёте Это полный бред! Пошли отсюда Попогоди минутку Так что там насчет того, что мы будем вместе? Петя опять просит до Нэнси Прежде чем вы сможете быть вместе, вам обоим нужно прийти к согласию с самими собой Этот тип нереально меня бесит Можно я дам ему в морду? Да, это было бы забавно А теперь про что спрашивать? Ладно Это все жульничество, ты же держишь шарфель ногами Нет, правда Если бы мне пришлось еще хоть секунду слушать этот бред, я бы сорвалась Я опять не прав Я опять не прав Надо мучить вопросами всеми, кроме нужного Ну ладно, заход номер три Ладно, вырежу я это, чтобы не терять времени Так, ну вот, я переключил на малышку, не на малышку, а на не малышку Гоал Спросил один не тот вопрос И теперь спрашиваю еще один не тот вопрос Ну, наверное, это можно было бы сделать Вы не хотите знать, уж поверьте Но я настоятельно рекомендую вам держаться друг от друга подальше Этот тип нереально меня бесит Можно я дам ему в морду? Можно, можно, можно Пожалуйста, с ноги Хотя нет, с ноги это очень эротично для него Он уже старенький Носит белье из ежиков Так что ему нельзя с ноги Так, ладно, еще один левый вопрос А что насчет нашей старости? Я не знаю Шар внезапно потемнел Такого никогда раньше не бывало Ну все, хватит Больше я этого терпеть не собираюсь О, сработало Ну а сейчас как? Там все еще темно? Наверное, это огонь твоей жизни, который погаснет Погодите минутку Думаю, это просто батарейка села Ей не хватает мощи показать во всей красе Наше ослепительное будущее на Элизиуме Откуда вы смотрите на чистую и счастливую дипонию? Ой, господи А вся дипония улыбается и машет вам в ответ Хм Так-то лучше Мешок с костями Хм Вот почему-то сам этот Этот самый Не хребел так, как я Да, мне бы Шерлока Холмса озвучивать, блин Или какого-нибудь злодея из Шерлока Холмса Когда его душили Актер, ну научись хребеть Блин, когда тебя душат Ладно Эм Ну теперь-то я могу спросить все-таки Насчет этих самых Как они называют? Кстати, надо ли мне Переключить ее в обычную Агуалу или не надо? Нернее, в малышку Я думаю, что ладно, пофиг Мне нужно спросить про богатство Так, что насчет нашего богатства? О, вы будете богаты Богаты жизненным опытом Если вы все это переживете И че? Это полный бред Пошли отсюда, погоди минутку Да ёперный театр Он должен сказать мне про богатство Про лотерею Здоровье, будем жить вместе Это все жульничество Ты же держишь шарфер ногами Нет, правда Да шо за хрень, а? Шо я сделал не так? Почему он не хочет мне говорить? Ничего Или я туда теперь должен один зайти? Без гол Скажи мне на ушко Я вижу, у тебя есть еще вопросы Да ёперный театр Не буду тебя беспокоить Да Ладно Вырезаем, пока я не заставлю его сказать Все, что он должен мне сказать Так, ну и вот Я, кажется, понял, в чем я был неправ Просто я третьим вопросом задал не тот вопрос Жалко, я даже не запомнил, что Он ответил нам Честно На неправильный вопрос Но просто третьим вопросом Когда она в него вцепится Надо спрашивать про богатство Да Так что там насчет нашего богатства? О, вы будете богаты С жизненным опытом Все, хватит Не собираюсь Мы хотим знать выигрышные номера Или мне придется нагадать их По твоим внутренностям Погодите минутку Я еще не все сказал Шар не открывает мне выигрышные номера Но он говорит, что они написаны звездами Это наверняка вам поможет Только не бей Если что не так Ты сам отправишься к звездам Это я тебе гарантирую Вот 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 Да Все Ну собственно да Узы на всю жизнь Ачивка Ну и пойдем Разгадывать Нашу лотерею Правда я так и не понял Как мне это сделать Если у меня Хотя может быть там На северном полюсе Теперь что-нибудь изменится И это будет стать Отличным поводом Чтобы закончить серию Серия получится Как раз минут на 25 Может чуть поменьше Но Это не важно Я даже буду идти Медленно До северного полюса Чтобы серия Растянулась Да не Не буду конечно Если остается что-нибудь Что я пойму До конца серии Сразу после лотереи То соответственно Я это тоже сделаю Ну а пока я уж точно знаю Где наша полярная звезда Она тута И мы туда-то Отправляемся Ну и вот Кстати интересно Поменялось или нет И вообще По этим звездам или нет Но вообще Это единственная звезда Которая здесь есть Поэтому наверняка По этим Был бы здесь какой-нибудь Портвейн Три звездочки Или гостиница Пророк сказал Что выигрышные номера Написаны звездами Интересно Что он имел в виду А, наверное это Вот интересно Мне это надо запоминать Или нет Этика еще раз посмотрим Пророк все же был прав Ладно Мне даже почти стыдно Что я нацарапал На его дипломе В приемной Ладно Я надеюсь, нас не заставят это запоминать Потому что это все-таки не один из старых квестов Это один из новых квестов Где все поставлено на опошление Блин А не на таких странных загадках А, где у нас была алтерия-то? А, алтерия была в плавучем черном рынке Поехали Туда Так, Гуал, стой на месте Если у нас уже узы на всю жизнь То я выиграю много денег без тебя А тебе скажу, что выиграл мало денег Да не, я добрый Я наоборот Выиграю мало денег А потом буду всю жизнь работать И скажу тебе, что я выиграл много денег А куда я деваюсь каждый день на каждый день Это не мои проблемы Пью С бабами гуляю Мучаю кошек Снова коленка Ладно, давайте выигрывать Я надеюсь, что нам повезет и так Глава лотерею никак не связана с везением Просто нужно пригрозить и становиться насилием Ха-ха, поменялась фраза Хе-хе, бинго Лоттомат Интересно, могу ли я, собственно, вручить это вот этому лоттомату Или мне это надо именно для получения Молнии в Гуал Наверное, все-таки лоттомату Слышь ты, я хочу забрать свой выигрыш Я... Ой-ё-хе Ой Э, спасибо Сработало А, и выигрышный лотерейный билет у меня, кстати, остался А могу я еще получить приза? Обмену не подлежит Торпедное снаряжение напоминает мне все, что угодно Кроме торпедного снаряжения Не говоря о том, что мне это напоминает напрямую Я бы еще мог сказать, что это какие-нибудь Лампы из лампового оборудования Лампы обычно вот так вот заканчивались Если кто-нибудь видел старый телевизор разобранный Где были еще лампы Там вот такое как раз было Ну ладно, я понимаю, что мы с помощью этого приза Теперь уж точно сможем получить молнию Туда куда надо И вставить такие это куда надо И вообще Поехали Я надеюсь, на этом я закончу серию И снова в следующей серии буду абсолютно не знать, что мне делать А может быть у меня наоборот не получится Кто же знает Так, и Портофиско в Харю... Да, в Харюдам Почему они вместо этой загрузки черной Не показывают самые первые кадры Где Было это в виде Красивого поездания Поездания на катере Ну, в смысле передвижения на катере Ну, реально что ли Нельзя замаскировать загрузку чем-нибудь таким вот Картинообразным Я тут вообще вспомнил Недавно читал на одном сайте Даже не буду говорить на каком Что была какая-то игра старая Где автор никак не мог избавиться От сообщения об ошибке Которая выскакивала каждый раз Когда человек выходил из игры И он просто замаскировал это сообщение об ошибке Фразой Спасибо, что играли в эту игру Человек жамкал, принимал сообщение об ошибке А думал, что это не ошибка Ладно Гуал снова впереди нас А я что-то от всех этих хрипов Немножко сам охрип Я только что-то как-то не понял Куда делся мой зонтик Блин У меня есть план Ты можешь ненадолго встать в бассейн Ты хочешь, чтобы я стояла в тазе с водой Да-да-да-да-да Ты не та Так ты это сделаешь Да-да-да Ты не та Ты не та, кто мне надо Ты не та Я не буду с тобой Длинный диалог Для диалога, на который игрок будет каждый раз напарываться случайно Ну ладно А вот куда она продевала мой зонтик, я не знаю Надеюсь, все сработает и так Наверное, у нее тоже бездонные карманы, в которые она каждый раз сует свой зонтик Интересно, кстати, перешла Бэ-бэ-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй-бэй надо еще поработать зонтик где ладно иди так привет гуал все в порядке не совсем я боюсь грозы на у меня есть план у меня есть план можешь еще раз стать в бассейн конечно а зонтик у тебя с собой да стой и жди если мой план сработает то скоро ты увидишь свет потому что в тебя ударит молния что не двигайся я сейчас вернусь как мило ты настоящий друг погоди не говори так я могу тебя теперь вручить этот этот вот тебе это пригодится эй мы выиграли лотерею я говорил это две минуты назад какая удача даже не верится все найти даже сохранюсь на этом месте я даже вспомню свою шутку из предыдущей серии что вы можете говорить не сохраняйся не сохраняю сохранюсь на сохраняет он быстро продолжает игру он очень медленно ладно да да будет кат-сцена а я эй отлично сработало что отлично сработало ты вообще понимаешь что я тут жизнью рискую прости наверное я моргнула теперь у меня будет еще одно место где и жуткий раздражающий звук но фиг с ним потому что нас прошло уже полчаса практически а может быть уже и полчаса они стоят так хорошо красиво она ковыряется я хотел сказать ковыряется в носу но она ковыряется в волосах и это тоже неплохо это был курящий из окна серия была не очень наполненная но зато она была сразу на следующий день все короче говоря у меня зависает язык если на работе еще был говорил много так что все это был курящий из окна смотрите подписывайтесь до свидания пока пока